Бруснику Всем привет! Начало осени, бабье лето Собираю бруснику Буду ее мочить Для того, чтобы зимой Наслаждаться приятным напитком И вкусными мочеными ягодами брусники В моем рецепте Моченые брусники Отсутствуют сахар, соль и специи Поэтому такая брусника И напиток, который получается При замачивании Подходит всем людям, детям И даже больным диабетам При этом брусничная водичка Получается сильно газированной И пенится так, как не пенятся Даже самые лучшие сорта лимонадов Если брусника была собрана В экологически чистом лесу Вдали от населенных пунктов и дорог То мыть ее не обязательно Достаточно посортировать Ягоды по спелости Ну и Выбрать из нее Неизбежно попадающиеся при сборе Травинки, хвою Ну и листочки брусники Мыть вот я свою бруснику не буду Для замачивания брусники Понадобятся бутылки Лучше, если они будут стеклянные Хотя можно, конечно, и пластиковые Для засыпки ягод Будет нужна вот такая воронка Она сделана из горлышка Пластиковой бутылки И еще понадобится один Из этих трех переходников Как они работают И как их сделать У меня есть видео Посмотрите Соединяем воронку с бутылкой Вот так Заполняем бутылку ягодами На одну четверть Ягод воронку с бутылкой 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 чуть больше ничего страшного. Откручиваю воронку, а бутылку заполняю кипяченой холодной водой. Наливаем до самого верха. Теперь остается завернуть пробку плотно и бутылочку отправить в погреб. Как видите, все очень просто. Через месяц продукт будет готов к применению. А вообще срок годности такой моченой брусники составляет не меньше одного года. Разумеется, хранить нужно в темном прохладном месте, желательно в погребе. Прошло чуть больше месяца. Сегодня 29 сентября. Можно пробовать брусничный лимонад, который я делал из брусники, собранной в августе. Сразу хочу успокоить тех, кто не смог собрать бруснику в августе. И сейчас наверняка думают, что уже поздно. Да нет, совсем не поздно. Вот эта брусника собрана вчера, то есть 28 сентября. Она очень спелая и очень сладкая. Из нее настой вот такой брусничный на воде получится еще более вкусным и более карбонизированным. То есть расшипеть, как говорится, он будет даже сильнее. Кстати, вот у нас в 33 регионе бруснику в принципе можно собирать до 10 октября. Ну то есть до таких первых серьезных заморозков. Затем она, конечно, становится мягкой, водянистой и уже вот для этой цели непригодна. Ну а так вот вполне еще можно 10 дней ходить в лес и ее собирать. Ну а теперь торжественный момент. Смотрим, что у нас получилось. Замечательный пенный напиток. Пробуем на вкус. Бесподобно. Настой ягод брусники очень полезен для здоровья человека. Я подробно об этом напишу в описании к ролику. Такой настой можно применять для лечения различных заболеваний, в том числе простудных. Особенно хорошо он помогает при ангине. И последнее. Почему этот настой и сами ягоды не портятся? Дело в том, что брусника содержит природный консервант, который называется бензойная кислота. Это позволяет сохраняться и ягодам, и настою в свежем виде. Полюбите дары леса. Это самое ценное, что природа дает человеку. Будьте здоровы, удачи и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok